Учителя с заслугами Татьяну Коновалову уволили незаслуженно. Во всяком случае, так считает сама педагог, ее воспитанники и их родители. Татьяна Николаевна в музыкальной школе номер 6 преподает уже 40 лет. Точнее, преподавала до 23 июня этого года. Выйдя на работу с больничного, она узнала, что директор школы Ольга Родина подписала увольнение за некие прогулы месячной давности. Судя по докладным, 26, 30 и 31 мая Татьяна Николаевна не приходила на работу. Хотя это не соответствует действительности. Мама человек, который никогда не то что не прогуливал. Она дает уроки сверх того. Она занимается с детьми в каникулы, она назначает дополнительные занятия. Она в свои выходные дни везет их на конкурсы в другие города. И это не за то, чтобы выслужиться или что-то еще. Ее это не интересует, ей уже не столько лет, чтобы делать какие-то амбициозные бумажки собирать. Нет, это просто ее дело. Сначала в ситуации разбиралась трудовая инспекция. Теперь обстоятельства дела выясняет суд, куда педагог обратился с требованием восстановить ее на рабочем месте. Учителя музыки поддержали родителей учеников, написав жалобы и письма по всевозможной инстанции с просьбой разобраться в ситуации и вернуть педагога детям. Случившееся родители считают досадным недоразумением и не верят в происходящее. Ведь воспитанники Татьяны Николаевны всегда занимают призовые места не только на городских, но и на международных конкурсах. Мы считаем очень несправедливое это увольнение Татьяны Николаевны. Мы все очень возмущены на самом деле. Татьяна Николаевна у нас очень действительно опытный педагог, музыкант. 40 лет отдала этой школе детям, чтобы вот так это все произошло. Это, конечно, ужасно. По словам родителей, Татьяна Николаевна обладает редким даром, который позволяет ей в каждом ребенке раскрыть талант. И не сказать, что вот уж прям мой ребенок супер, какой-то талантливый. Отдали просто для общего развития, для дома, для семьи. Но занимался перед этим с другим учителем. Попал к Татьяне Николаевне. Вот как-то зацепились они друг за друга. И ничего особенного я в своем ребенке не замечала. Ну, он пошел, пошел. В прошлом году гран-при. Был конкурс в музучилище. Получил ребенок гран-при. Это для меня удивительно, что мой ребенок еще может вот так вот играть. Так это благодаря учителю, а не благодаря его суперспособностям. Про Татьяну Николаевну говорят, что это педагог, который все свое свободное время отдает детям. Ищет ноты, если надо, покупает их за свой счет. А иногда и помогает материально своим ученикам, когда речь идет об участии в музыкальных конкурсах. Когда сказали, что ее увольняют, причем по статье про гулы, хотя я знаю, что такого не было. Потому что она работает в этой школе уже 40 лет. Она почти всю жизнь работает здесь. И получалось за все эти времена только наградные письма, дипломы, похвалы. И, конечно, вот эта подлость, она цепляет за живое. Сейчас воспитанников Татьяны Николаевны распределили к другим педагогам. Но они либо посещают занятия неохотно, либо не приходят вовсе. Ждут положительного разрешения всей этой сложной ситуации в суде. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.